Привет, меня зовут Сережа Томилов, я дизайнер из Яндекса. Я тут работаю уже 4 года и работал с многими командами и над очень разными продуктами. У меня есть опыт как создания каких-то продуктов с нуля, так и тотальный редизайн. Я работал с поиском, с почтой, с диском, с музыкой, делал мобильные приложения, там веб-интерфейсы. Сегодня мы поговорим о идее, о ее месте на рынке. Сегодня мы в схему будем углубляться. Дизайн никогда не будет закончен, и Тарас в выходные передизайнил схему. Такая же, но вроде почище стало, попонятнее. Ну вот, у нас сегодня идеи, профили и немножко про рынок поговорим. В общем, зачем все это нам надо? В самом начале, когда ничего нет, у нас будет понимание, как из этого ничего что-то получить, куда-то уже двинуться. И как понять, идея, она вообще живуча или не живуча, стоит за нее браться или нет. Это важно, потому что мы так можем сэкономить себе очень много времени, ресурсов, денег. Вместо того, чтобы открывать фотошоп, скетч, нанимать разработчиков, мы уже будем знать, хорошо это или нет. Мы поговорим, как идеи рождаются, откуда они приходят. Потом поговорим о том, что делать, если они не приходят. Как ее проверить, она хорошая идея или плохая идея. Еще когда она в голове только, как некая субстанция. А потом поговорим, для кого мы это делаем, как узнать людей. И рынок, ну и зачем это вообще все дизайнерам нужно. Собственно, откуда берутся идеи? Некое озарение. Что-то объединило, получил новый курсач. Увидеть с учетом статистики. Отлично. Из ноосферы. Откуда? Из ноосферы. А, из ноосферы. Точно. Оно где-то летает вокруг нас. Да. Ну, собственно, да. Тут два пути. Либо вас озарило, и вы пытаетесь эту идею вложить в кого-то еще, заразить других людей. Либо кто-то приходит к вам и что-то пытается вам рассказать и заразить идеей вас. Собственно, идеи или органические, когда вас озаряет, и оно рождается само, некая химия в голове. Или идея может быть по требованию. Это когда вы о ней не думали. Собственно, органические, это вот. У вас есть какой-то набор знаний, собственный опыт, наблюдение, и вы пользуетесь каким-нибудь продуктом, знаете, как сделать его лучше. А по требованию это когда есть некто снаружи. У вас идей не было, вы там сидите, делаете свою работу, а приходит человек и говорит, вот у нас есть классный проект, ты идешь туда и будешь им заниматься. Мыслей по этому поводу не было никаких, что там надо делать, как с этим жить. И, ну, здесь идея родится довольно тяжело. Про несовершенство. Да, у меня байка есть. Байка про Dropbox. Ребята передавали друг другу какие-то файлы и такие, слушай, а почему ты мне флешку приносишь? У нас же есть интернет, уже все быстро, все классно, есть же сервисы. И второй такой, ну да, есть сервисы, а ты им пользуешься? Нет, а я тоже не пользуюсь. Но в итоге сделали то, что изменило индустрию довольно сильно. Вторая ситуация, когда идея по требованию и нужно ее откуда-то взять. То есть нужно нам из-за ничего в голове ничего нет, никаких знаний по теме нет. Нужно как-то попасть в первую часть, чтобы идея стала органической и чтобы мы могли что-то родить. Метод генерации идей. Есть два подхода к генерации. Аналитический и синтезирующий. Аналитический он свойственен бизнесу. Это ребята про статистику, про наблюдения, про какие-то вещи, про цифры. Он хорош тем, что результат предсказуемый и риски минимальны. Эти люди зарабатывают деньги, знают, как это делать. И опираются на опыт, на какие-то наблюдения, которые уже были. Это такой подход в прошлое. А синтезирующий — это подход дизайнеров. Это про будущее. Дизайнерам хочется, чтобы была революция, был резкий скачок вперед. Мы, когда что-то делаем, мы же хотим, чтобы все было идеально. Что некий суперпродукт решает все проблемы сразу. Сложности здесь в том, что высокие риски. Можно потратить деньги, время и все прочее, и, грубо говоря, не выстрелить. Вот. А зачем я про это рассказываю? Ну, чтобы мы понимали. Дизайнеры что-то придумывают, а заказчик любого уровня, он на самом деле тоже что-то придумывает. Но он основывается на деньгах, и вроде как люди говорят об одном и том же, но на разных языках. Хорошо будет здесь синхронизироваться. Ну и как набрать знаний себе в голову, чтобы какую-то идею синтезировать? Что делать, куда смотреть, когда в голове ничего нет? Когда вот пришел заказчик и говорит, нужно что-то делать. Мы действительно идем смотреть на конкурентов, идем смотреть на другие области, как ни странно. Еще есть интересные вещи, где можно найти, нащупать некую идею. Это точки роста. Точки роста, ну, в любой сфере. Когда что-то бурно растет, например, там бурно растут мобильные телефоны, это всегда порождает множество новых проблем. Или широкополосный интернет появляется везде. Ну, есть потребность в чем-то новом. И изменение условий. Тоже довольно интересная вещь, куда можно наблюдать. Например, с парковками в Москве. Раньше можно было парковаться везде и все прочее. А как только эти условия изменились, стали появляться приложения, связанные там с оплатой парковок. Есть стартапы, связанные там с отслеживанием автомобилей этих. И где можно нащупать еще идеи, когда у вас ничего нет, это скрещивание технологий. Собственно, если вернуться к двум подходам, в момент, когда вы ищете, ну, набираете в себя знания, смотрите на конкурентов, читаете историю, хорошо бы помнить, что ребята из бизнеса заинтересованы не только в шаге вперед в большом, но и в деньгах. Вот. И, по сути, ваше изучение будет где-то вот как-то так проходить. Вы будете оглядываться на аналитику тоже. Ну вот. Вы набрали в себя какую-то ключевую, ну, там, критичную массу новых знаний, и пошла химия в голове. Вы начинаете что-то придумывать. Что теперь делать? Вроде как первичная идея уже появилась. Как я вначале сказал, мы не открываем редактор, мы начинаем проверять идею, она вообще того стоит или нет. Она мыльный пузырь, или с этим действительно можно работать. Исследование. Мы идею превращаем, мы ищем, где на самом деле проблема, где та боль людская. Если у людей спрашивать напрямую, в чем их проблема, что мы хотим решить, люди будут говорить о симптомах. Они будут говорить о ситуациях, в которых это все проявляется, но они не говорят о самой проблеме. Более того, люди часто говорят одно, а подразумевают совсем другое. И поэтому стоит приложить дополнительные усилия, чтобы раскопать, где на самом деле проблема, которую мы будем решать. И так мы боль полечим, и наша идея, и в дальнейшем наш продукт будет более качественный и более крутой. Ну, здесь опять проверка идеи. Но в чем-то схоже с накоплением зданий в момент генерации. Но есть небольшие отличия. Ну, хорошо бы знать, если мы начинаем делать, например, очередное приложение для таксистов и для велосипедистов, хорошо бы посмотреть, а что там уже было сделано, какие камни натыкались люди, и как там все развивалось. И это связано сильно с анализом того, что делали конкуренты. Это вообще очень классная вещь. Можно еще ничего не делая, только если у нас есть какая-то идея, можно посмотреть, что сделано, покопаться в этом. Мы затратили на это ноль ресурсов своих, ничего не разрабатывали, ничего. И уже можем убедиться, да, правильно или неправильно, что там сделали хорошо, что там сделали не очень хорошо. Поговорить с экспертами. Опять же, если те самые приложения, там про такси или про велосипеды, можно просто пойти к людям, которые в этом разбираются, и узнать для себя много нового. Может быть, то, что мы придумали в данной сфере, вообще несущественное, мы узнаем из-за разговора с человеком. И эксперты, они делятся своими знаниями. Они к этому открыты. Можно просто пойти поговорить. Например, ребята, когда делают браузер и нацелены там на поиски, идут, разговаривают с ребятами из поиска, идти на них, вываливают кучу каких-то знаний, данных про то, как люди себя ведут, как глубоко там ходят, проваливаются. Ребята из браузера рассказывают свой опыт. И тестирование идеи. Это не UX-тестирование, а это самый первый момент. Мы вот что-то придумали, и первое тестирование, когда мы пытаемся так другу рассказать. Сначала у нас в голове такие картинки красивые. Блин, будет так круто. Я такую штуку сделал. Закачаешься. А пытаешься рассказать, и когда нам слова превращаются, оно бывает уже... Блин. Такая чушь. Все, пойдем работать. Плюс мы не спонимаем, нам надо двигаться дальше, или можно начинать сначала. Если переключиться на схему сейчас, поэтому она так и нарисована. Мы все время где-то ходим такими. кругами и спиралями. С каждой точки возвращаемся назад или двигаемся вперед. Но мы тестировали, убедились, что да, идея вроде стоящая, можно двигаться дальше. Что мы с этим делаем? По-хорошему мы сейчас должны получить ответы вот на такие вопросы. Мы уже должны внятно рассказать то, что пытался сделать, и почему не сделал. мы должны уже убедиться, мы же делали какой-то ресерч, в интернете смотрели, что это не только наша проблема, что действительно есть люди, не я один, а хотя бы некая аудитория, которых это волнует. Мы должны уметь очень коротко проблему описывать. Это вот тот самый питч, про который неоднократно уже упоминали. Если мы не можем коротко описать проблему, значит, мы сами до конца ее не понимаем. Когда мы будем создавать продукт для этого, мы, на самом деле, сами до конца его не понимаем. Уже на этом этапе мы примерно себе представляем, для кого мы это делаем. Для каких-то людей. Какой-то образ у нас в голове уже есть. По-хорошему, мы должны уже убедиться, что люди готовы за это платить. Платить не обязательно деньгами, а платить своим вниманием, временем, который на это будет тратить. Этих двух пунктах мы сейчас дальше поговорим. Для кого мы собрались это делать, и зачем мы этот продукт делаем. Почему люди будут им пользоваться и будут ли. У нас есть первичная идея, кому мы ее будем нести и зачем. Аудитория продукта. Пора знакомиться с людьми. Мы как-то для себя выберем аудиторию, которая нам подходит под нашу идею. В этом нам помогут анкеты. И мы у людей узнаем, мы правильно двигаемся, вектор нашей идеи, он верный или нет. В этом нам помогут интервью. Анкета у нас в доп. материалах будет. Примеры анкет. Можно изучить. Это, собственно, набор вопросов такой. Вот у меня есть пример. Где человек заполняет какие-то графы, когда этих людей много, мы видим, что да, человек нам подходит или нет. Например, там 25-летняя женщина с двумя детьми, которая домохозяйка, и 25-летняя женщина, которая на работе проводит по 12 часов, карьеристка. Вроде бы общего ничего. А в такой анкете у нас там будет какой-нибудь пункт, как часто вы отправляете почту в течение дня. Или есть у вас смартфон, какой у вас смартфон. Если у той и другой, например, андроид, все, они, например, нам нужны. Или нет. Интервью. Это как раз та вещь, которая нам сильно поможет. В будущем. Набор вопросов. Вот у нас есть идея прийти и в лоб спросить, что, крутая штука, будешь ей пользоваться? Человек скажет, да, буду, да. Но мы пойдем делать, все это сделаем, и будет пользоваться и два человека. Нужно задавать вопросы, которые где-то косвенно. Мы узнаем, чем человек занимается, что ему в этом не хватает в действиях. У нас тоже будет пример, из которого будет понятно. Пример одной из таких интервью у нас из геосервисов. Пример. Проведя интервью с живыми людьми, мы уже получим от них много полезной информации. Очень много. И сейчас будем с ней работать. Составляем профиль потребителя. Вот. На примере Астельвальдера книжка тоже ссылка на книжку будет. И она очень близка как раз по механике к тому, чем мы занимаемся, и как мы это делаем внутри. И проще всего будет все рассказать. Ответы, которые мы из интервью и анкеты получили, нам сейчас как раз пригодятся. Вообще они вроде как записаны на стикерах, и мы эти стикеры начнем приклеивать в эти три зоны. Вот. Это профиль потребителя. Это еще не персона, а это еще просто некий сегмент людей, у которых мы сейчас будем выяснять, что же там болит на самом деле, что там нужно делать. И эти три сегмента — это задачи, боли и выгоды. Задачи — то, что человек пытается сделать. Ну, сама функция. Он пытается помыть окна, или он хочет питаться правильно. Боль — это то, что ему мешает. В общем, почему ему это все не нравится. А выгоды — это то, что он получит. Какие бонусы, ради чего он все это делает. Задачи, которые человек выполняет, они не только функциональны. Ну, когда есть само действие, когда вот он должен обработать, например, количество звонков за день какое-то, ну, на своей работе. Или он должен вымыть эти окна, чтобы они были чистые, чтобы все было хорошо. Они могут быть еще социальными. Это когда человеку важно, а как к нему относятся. То есть, может быть, в этот момент ему не столь важно сделать свою работу очень классно, а ему намного важнее, как он выглядит. Он должен выглядеть, например, как эксперт. Ну, дизайнер с ноутбуком Samsung выглядит не так профессионально, как дизайнер с макбуком. И эмоциональный. Люди хотят чувствовать себя классно, когда... Да, всегда хотят чувствовать себя классно. Вот. Или там защищенно. То же самое поездка из точки А в точку Б, она может быть связана с риском, а человек хочет, чтобы у него все хорошо было, чтобы там дома ему было комфортно, на улице было безопасно. Тоже важные аспекты при выполнении там своей работы. То, что мы получили в интервью, мы уже готовы наклеивать стикерами в эту зону. То, что считаем, что нам подходит. Боли. Это то, что досаждает или раздражает. Это не обязательно прям критическая боль такая. Это может быть... Сама работа, которую ему надо сделать, она ему не нравится. Например, она нудная, неинтересная. Или просто не нравится, что какой-то товар там... За ним нужно идти в магазин. Кончились пакеты для мусора, или туалетная бумага, все, надо идти в магазин. Ну, блин, почему я не могу кнопку нажать, и вот она будет здесь у меня уже сразу. Про функциональный аспект понятно. Решение, которое есть на рынке, например, работает не особо хорошо. Все, что мы выяснили на интервью, будем записывать. Вот эти вот мелкие шероховатости мы заносим в боли. Хорошо бы уделить этому больше внимания, составить интервью так, и людей спрашивать, чтобы стикеров в этой зоне было больше. И еще хорошо бы, чтобы они были более четко сформулированы. У нас образ будет более понятный. Например, я не пользуюсь этим приложением, потому что оно много весит. Вроде как больно, можно стикер записать. А можно спросить, а много это сколько? 20 мегабайт это много? Нет, 20 мегабайт будет нормально. Нет, у меня такой смартфон 20 много. Я все делаю через браузер. В общем, чем точнее будут ответы в этой части, тем лучше. Ну и выгоды. Что же человек ожидает получить, когда он чем-то пользуется, каким-то продуктом или услугой? Они... Ну, тоже несколько аспектов. Обязательный. Это без чего вообще невозможно. Собственно, смартфон, может быть невероятно крутой, с кучей функций, с тремя камерами, но он должен звонить. Если он не будет звонить, его не купят. Ожидаемые выгоды. Это то, что люди уже ждут, что они изначально полагают, что там будут. Например, если Apple анонсирует новый девайс, мы уже полагаем, что он будет классно выглядеть, и он будет приятный на ощупь. Мы знаем, что они насчет этого заморачиваются сильно. И мы это ждем. Желаемые. Вот тут интереснее. Этого может не быть. Это как раз то, что люди хотят. То, что у них в голове есть. Они пользуются каким-то продуктом или услугой. Этого нет, они вот явно это хотят. Ну и неожиданный. Это за рамками. Здесь кто-то говорил, а как весь процесс создания продукта накладывается на создание чего-то нового, то, чего нет. То, что ты не можешь проверить. Это как раз вот здесь. Это то, что будет неожиданно. То есть в дальнейшем, когда у нас будет часть протестирования, и мы будем показывать такие вещи, оно сразу вот там мы и увидим, когда люди говорят, вау, круто. Неожиданные вещи, это, ну, например, опять от Apple, это магазин приложений. Раньше такого не было. Раньше же были сайты, какие-то наборы. Ну, в самом iPhone вообще ничего не было. А на других платформах все было разрознено. Какие-то приложения были, и о таких централизированных мест не было. Когда они придумывали магазин приложений для телефона, ну, и для компьютера, все, опять мир изменился. Этого никто не ждал. А теперь оно есть везде. У Windows есть, у Android есть. Вот так мы получаем профиль, уже человека, который, ну, для которого мы будем делать продукт, для которого идея и решение какой-то проблемы, ну, то, что мы придумали. Есть еще несколько моментов, на которых я бы хотел остановиться здесь. Я сказал, что чем точнее будут вопросы и конкретнее мы будем узнавать, тем лучше у нас будет четкое понимание. Про нюансы, когда вы будете это проделывать. Не смешивайте несколько сегментов в один. Ну, например, работники магазина. Это могут быть кассиры, могут быть продавцы в зале, а могут быть там мерчендайзеры. То есть вроде бы все работники, но функции у них очень разные. И в момент анкетирования их хорошо бы друг от друга отделить. Не забывайте, пожалуйста, про эмоциональные и социальные аспекты. Они бывают важнее, чем сами функции. Бывает так, что человеку действительно важно выглядеть профессионалом или выделяться как-то, или ему действительно важна безопасность при перемещении. То же примерно. Из одного места в другое. Он выберет не быстрый способ, а более безопасный. Не проделывайте это в уме. Можно что-то забыть, можно что-то упустить. И эта штука очень гибкая. В голове мы все разложим на эти сектора и успокоимся. А когда мы стоим, смотрим на доску, мы такие, а это сюда или сюда? И люди еще так выражаются, что в какой-то момент это может быть и задачей, которую он выполняет. И с другой формулировкой это может быть уже некой болью, которую он испытывает. Поэтому лучше наклеить все эти стикеры и посмотреть. Еще, если стикеров очень мало, если интервью прошло так себе, вы собирали мало информации, то, соответственно, зацепиться будет не за что. Хорошей проверки идеи не получится. Лучше больше информации. Тем больше, тем лучше. И про расплывчатые формулировки я уже сказал. Вот мы знаем, кому мы будем делать продукт. Для кого та идея, которую там сформировали, о которой говорил в начале. Следующая часть. Стикеры мы не выкидываем. Мы их ранжируем. Мы для себя отмечаем, что важно уже на наш взгляд. Или мы видим прямо сильные точки боли, которые нужно полечить. Сильные проблемы. Например, в диске у нас были такие задачи. С одной стороны, нам хотелось, чтобы люди делились больше фотографиями в социальные сети. Но мы понимали, что люди относятся к этому как к приватной информации. И это очень важно. И мы все время держали в голове. Такие вещи будут видны здесь. И такая штука из стикеров легко превращается в Excel-файл, к которому вы периодически обращаетесь. Какие-то вещи, на которые можно забить или посчитать, что они не важны. Из этого мы, собственно, уже понимаем, зачем продукт нужен, что он будет делать и какие потребности удовлетворять. Мы в этот момент мы все еще не начали ничего делать. Руками ходить ничего не начали. И мы снова проверяем себя, снова двигаемся по спирали. Хорошо ли мы все придумали? Может быть, сейчас нужно откатиться назад и снова подкорректировать идею и пойти в какую-то сторону. Если мы это упражнение проделали, ну, эта итерация может быть не один раз, не два, то двигаемся дальше. Хорошо бы знать, как мы будем продавать, где. Немного расскажу про общие принципы. Там очень много подходов разных, как это правильно оценивать, как правильно секментировать рынок, каким признаком. Аудитория должна быть измеряема. Мы должны знать, сколько человек нас купит или сколько человек нами воспользуется. Потому что, если мы не можем посчитать, мы не можем устроить прогнозы, бизнес, который основан на цифрах, но будет чувствовать себя неуверенно. мы не сможем оценивать не аудиторию. Это такая бомба замедленного действия. Потому что, ну, надо знать, сколько нами пользуется. Хорошо в онлайне, мы, в принципе, знаем количество скачиваний. А если это оффлайн продукт, то здесь, конечно, сложнее. Аудитории должно быть достаточно. Ну, тут понятно, если нами пользуются два человека, мы денег не заработаем, славы не получим никакой. Померить это можно разными способами. Есть много открытых данных, которые можно соотнести и понять. Можно посмотреть на общее количество там проданных товаров, если это оффлайн. Можно посмотреть на количество скачиваний приложений в категории, которые мы делаем. Вот. Или разные метрики, если это веб. У Яндекса был проект, связанный со школьниками. Мы очень хотели сделать так, чтобы у нас была общая база знаний школьных, чтобы они ходили не в Википедию, а им достаточно было выдачи Яндекса, чтобы с одной темы можно было переходить на другую, на третью. Вот. И, ну, звучит же круто. Так классно можно помочь ребятам в школе. Но пошли эту тему изучать, и выяснилось, что им это вообще не надо. А ребята в школе учатся два раза. когда сдают экзамен в девятом классе, и когда сдают ЕГЭ. Все остальное время им интересен ВКонтакт, Инстаграм, видео. А там есть... А, да, там было 95% ребят, которым это неинтересно, и 5% те, кто бы пользовались. Ну, и такой огромный объем работы можем его провести. Вернемся. Аудитория должна быть достижима. А мы можем придумать классную штуку, некое приложение, помогающее там престарелым бабушкам и дедушкам, но единственный канал, как они о нем узнают, это первый. А реклама на первом стоит, ну, для нашего маленького стартапа, например, каких-нибудь безумных денег. Не очень круто. Нужно придумывать, как мы достучимся и, собственно, посчитать, вообще рентабельно будет воплощение нашей идеи или нет. То есть, казалось бы, мы провели анкетирование, все хорошо-хорошо, посмотрели на рынок, ну, да, мы здесь потратимся очень сильно. Стабильность. Мы строим киоск с шаурмой шавермой рядом с офисным центром и в надежде, что люди будут ходить к нам на обед. А они берут, переезжают в другой, более модный офисный центр. И мы такие, ну, блин, беременные женщины это стабильная аудитория, они всегда есть. Вот. Какая-то из них часть. Или туристы, которые ездят в отпуск летом в Египет, в Турцию, это тоже стабильная аудитория, хоть и сезонная. Можно на нее рассчитывать. И мой любимый пункт, что целевая аудитория продукта не всегда совпадает с теми, кто покупает. Например, игрушки детям покупают их родители, основываясь на каких-то своих предпочтениях и знаниях. Ну, если они не вместе с чадом идут по магазину. Гаджеты престарелым родителям покупают их взрослые дети, а не сами. Хорошо бы это учитывать. Зачем это все дизайнеру? Как мы здесь говорили, что это все работа командная. Редко, когда дизайнеру нужно все это, весь этот процесс проходить одному. Команда может быть большой, когда дизайнер во всем этом не участвует, но так мы знаем, какие процессы там прошли. И приходим и запрашиваем какие-то данные, ну, чтобы погрузиться внутрь. А если команда маленькая, то мы часть этой работы можем спокойно взять на себя уже и так двинуться вперед, если мы там небольшой стартап. Вот мы знаем, как проверить идею, еще не потратив денег и не потратив там своих сил, когда она так в голову пришла. Мы, собственно, отсеяли все ненужное. Мы знаем рынок, какой-то сегмент можем выбрать, кому будем это все продавать. А дизайнеру это нужно для того, чтобы коммуникацию закладывать уже сейчас, на самом первом этапе, когда мы только первые наброски интерфейсов начинаем делать дальше при реализации. хорошо бы это учитывать, потому что тогда посыл будет наиболее правильный. Слова будут правильные, то, как интерфейс общается с человеком, эмоциональный посыл будет верный, потому что часто бывает так, что продукт создается отдельно, и вот есть у нас маркетологи, они потом это упакуют и продадут. Но по-хорошему, вот то, о чем я сегодня рассказывал, оно должно с самого начала идти, и маркетинг как раз вот этим и занимается. Убедившись, собственно, что идея живучая, проделав все эти упражнения, мы будем уже искать их конкретные решения.